Весной на деревьях появляется пышная крона. Правда, далеко не на всех. Яркий пример – сквер у главного корпуса политехнического университета. Прошлой осенью здесь провели санитарную опиловку. Теперь перед зданием красуются безликие столбы, которые деревьями-то можно назвать с большой натяжкой. Сделав вот такую обрезку, мы, во-первых, сделали благое дело в том плане, что деревья у нас не упадут на жителей, которые мимо здесь идут, потому что раскидистые кроны – это снег, дождь, лед. Это все приводит к тому, что падают ветки. Деревья старые, вот даже если сейчас на них посмотреть, они все в таком виде, но не вертикально растут, а наклонившись. То есть ими надо было заниматься. Такой экстремальный вид обрезки деревьев называется топпингом. После удаления ветвей растение становится более уязвимым перед вредителями. Да и гарантии, что спустя несколько лет дерево полностью восстановится, нет. В мировой практике существуют более щадящие способы ухода за зелеными насаждениями, которые, к тому же, не портят их внешний вид на несколько лет вперед. В основном обрезают не по правилам, рассчитывая на то, что тополь как порода быстро растущая, с хорошей побегообразовательной способностью, восстанавливает вот эти утраченные ветви. Но смотрятся такие кроны некрасиво, если они неправильно обрезаны. Вот эти однолетние побеги, оставленные, которые будут отрастать после молаживающей обрезки, их нужно укоротить только на 60% их длины, а не до основания ствола, как мы часто наблюдаем. Поэтому, естественно, что толстые ветви скелетные, обрезанные почти до основания, они будут смотреться уродливо. Примеры такого сомнительного кронирования можно встретить по всему городу. Уход за деревьями на муниципальной земле – зона ответственности мэрии. В администрации, в свою очередь, уверены, что их подрядные организации выполняют работы в соответствии с установленными нормами. Я не могу сказать, что другие подрядные организации, не только муниципалитет проводит кронирование дерева, проводят и другие организации. В нашем случае администрация города Иваново проводит все в соответствии с нормами. Внешний вид не портится, создается формовочная обрезка, то есть в последующем форма дерева будет в соответствии с тем, что задано. Либо она будет круглая, шарообразная, либо по форме, как задана вот эта форма. Конечно, большинство деревьев после глубокой обрезки топинга смогут восстановиться. Другой вопрос – почему заказчики и специализированные организации все чаще используют именно этот метод – уродующие деревья? Возможно, срубить все ветви до основания проще и дешевле, нежели выборочно отпиливать ненужные побеги, сохранив привлекательный внешний вид. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.